Натуральное низкоуглеводное сливочное мороженое я приготовила и делюсь с вами рецептом. Если вы на низкоуглеводной диете из-за диабета или инсулинорезистентности, или у вас кето-диета, или даже карнивор, или это диета хищника, такое мороженое вы можете приготовить и съесть. В нем нет сахара, но для тех, кто не ест сахар, даже лактоза из молока придает сладковатый вкус мороженому. Если не все члены семьи хотят есть без сахара, то всегда можно добавить сверху фруктов, мед или сиропы. Одно из главнейших преимуществ это то, что в этом мороженом нет консервантов, эмульгаторов, искусственных красителей и подсластителей. 4 желтка и пол-литра 35% сливок это все ингредиенты. Чаша для взбивания и сливки с желтками должны быть холодными. После первого взбивания поместите на 15 минут в холодильник, а потом опять взбивайте 5 минут. Затем опять в морозилку на 15-20 минут и опять взбиваем. У меня получилось 4 раза. Думаю, можно было бы и еще 1-2 раза повторить. Должна получиться пышная масса. Раскладываю в формы для замораживания. У меня одна большая форма и остатки замороживаю в форме для кексов. Формочки для кексов оказались очень удобными. Сразу отдельная порция мороженого. В следующий раз начну сначала заполнять формочки. Через час мороженое еще не сильно застыло. А на следующий день уже застыло сильно. Перед едой неплохо бы немного, чтобы постояло при комнатной температуре и стало помягче. В результате текстура получилась приятная, как у обычного мороженого. Мы не едим сахар. Сладкое в нашем рационе только фрукты и ягоды. Мороженое показалось слегка сладковатым, но нам понравилось. И мы будем еще такое готовить. Пробуйте, пишите, что у вас получилось. А может, вы знаете еще рецепты вкусности. Без сахара, подсластителей и эмульгаторов я бы с удовольствием их попробовала. Подписывайтесь, ешьте натуральную полезную еду и будьте здоровы! Вкусно? Да!